всем привет очередной раз это продолжение видео как я устанавливал подогреватель гольф стрим с насосом на автомобиль nissan сани кузов fb 15 мотор же к уже мотор полтора литра значит вот он стоит подогреватель этот стоит он в шланге который нагнетает в печку подогрев то есть подогрев салона и как бы мысль такая была все советовали ставить именно вот в этот шланг для того чтобы сначала прогревался салон ну что в салоне было тепло а потом уже через вот этот патрубок он возвращался двигатель но немножко подогревал двигатель вот смысл такой что обогреватель этот полтора киловатта и достаточно там 40 минут для того чтобы подогреть двигатель ну до нормальной температуры там плюс 20 плюс 30 плюс 50 ну чтобы завестись вот а если долго его держать то он может подогреть до 70 градусов но он себя не оправдал потому что видимо мощности крыльчатки или того насоса мини насоса не хватает чтобы протолкнуть жидкость через радиатор печки и поэтому подогревать нифига не получилось то есть он немножко греет сам себя вот это место греет вот это вот вот это место наверно греет чуть-чуть печку и отключается потому что не может протолкнуть тасол я не знаю выгонял я пробки по всякому пробовал ну не делает и решено было я тут в интернете почитала еще маленько сам помозговал решено было ставить вот сейчас я решил поставить уже переставить можно сказать вот здесь вот есть пробка слива тасола сейчас я посвечу включила пробка это находится вот видите радиатор сейчас вот так крышку поставлю чтобы вам было понятней радиатор все радиатор закрыт здесь шланг который подходит к радиатору ну или патрубок резиновый и вот как раз под ним он не мешается и вот так вот его снял и как раз под ним я посвечу так вот под этим шлангом радиатора вот эта коробка передачи рядом с коробкой выхлопная выхлопная труба или как коллектор выхлопной вот этот датчик кислорода и вот он пробка спуска тасола вот или было решено значит ставить сюда здесь ставят подогреватель и чтобы он входил как я не из ранешние видео ссылка будет скорее всего или подсказка вот здесь вот видео чтобы он небольшой подогреватель входил вот сюда в шланг шланг радиатора и шланг а по трубок резиновый радиатор придется мне его этот патрубок разрезать все и все я приготовил сейчас я вам покажу вот не знаю куда он встанет сейчас буду делать посмотрите в магазине были вот эта вот пробка из нее попытался один человек сделать видите что попало натворил а почему он из нее пытался сделать потому что магазине было куплено шаг не подошел сразу я не померю говорите да пишите комментарии что не хороший человек и не померя сразу но тем не менее был куплен вот патрубок значит там на 28 но мне показался слабоват и поэтому был куплен на 30 и нарезаны токарь мне нарезала такие вот насечки подготовил подготовился теперь вот такой вот коленом был куплен патрубок резиновый это как раз будет заходить в блок цилиндров выходить из отсюда насос будет стоять а блок цилиндров будет закручиваться вот такая приспособа вот такая вот это пойдет в блок цилиндров вот эта часть вот она соответствует старой пробки вот эта часть вот сюда оденется этот патрубок на 90 градусов резиновый примерно вот так теперь сюда встанет подогреватель вот он вот так а здесь вот в этот из этого подогревателя в патрубок радиатора он соединится вот таким вот шлангом шланг и обрежу конечно примерно вот так вот мне место займет вот примерно понятно да конечно лучше вот так это сделать его чтобы когда теплый теплая это теплая охлаждающая жидкость пошла чтобы сразу головку блока цилиндров ну а вот этот патрубок был выточен в то место вот где стоял вот этот гольф стрим видите он немножко побольше то есть там где разрезан шланг чтобы его заменить но такие инсинуации приходится проводить вот это купленное было в магазине нифига не подошло все болтается все теперь будем собирать вот этот вот штуцер который выворачивается в блок цилиндров вот он здесь также на как сказать на конусную резьбу сделан конусной леркой 6 из шестигранника на 22 так токарь решил включена 22 так буду закручивать прежде чем его закрутить немножко смажу здесь резьбу герметиком совсем немножко чтобы мало ли что вдруг побежит герметик обыкновенный наш российский по моему казанские точно не знаю вот без фанатизма смазал будем закручивать не дожидаюсь когда у меня высохнет герметик принципе резьба должна держать без герметика ну как бы мы привыкли делать все с герметиком вернее я привык смотрите от руки он хорошо зашел при подтянув чуть-чуть потяну чтобы не расколоть блок цилиндров чугунный хрупкий подтягиваем ключиком да надо было наверно поменьше все таки сделать резьбу не резьбу шестигранник я еще только спросил на сколько надо было сделать хотя бы на 19 ладно выключу тут как и закручены ли не особо интересно все патрубок завернуты вот так он выглядит поближе покажу теперь надо сюда я думаю я думаю вот сюда придется приворачивать сейчас посмотрю ездить резьба или нет тут предлагают еще к подушке привернуть кронштейн ну чтобы сам этот гольф стрим стоял на кронштейнах сейчас попробуем вы смотрите нашел я два отверстия здесь номер двигателя написан и у 10 2 отверстия вот одно и второе я почистил сейчас пройду метчиком там там резьба на 6 шаг не знаю сколько знаю что на 6 стандартная какая-то вот так вот прохожу и скорее всего пластину который будет поддерживать подогрев двигателя на этом nissan nissan сани будет крепится вот здесь сейчас я пройду метчиком и продую все это дело вот видите сколько грязи машины 2003 года сейчас 18 то есть за 15 лет сколько грязи набралось верхние отверстия точно также пройдем продуваем все место посадочное готово теперь будем пластину изготавливать ну вот смотрите друзья очередная подстава значит когда покупал шланг мне сказали что он с оплеткой вот этот уголок а он оказалось без оплетки внутри но если я его сейчас поставлю его просто раздует от давления это вер 21 2 на 21 21 21 21 0 12 на 16 короче говоря накололи меня на полтинник опять в магазине да ее мое придется покупать другой другой так теперь мне нужно добраться до моего вот до этого подогрева двигателя для этого мне нужно снять эту гофру снимаю фильтр датчик массового расхода воздуха в сторонку открутить вот эти два хомута и снять опа снять шланг сапуна корпус воздушного фильтра откручен гофра который соединяет корпус с дроссельной заслонки откручено вот так снимаем так вот здесь я подберусь поближе чуть-чуть откручиваю хомуты видите выбегает выбегает тасу из подогрева все теперь меня туда вставить патрубок вот он патрубок который я приготовил посмотрим все прекрасно подходит только на кому на хомуты посадить немножко опять же герметика кстати патрубок я сделал на 18 смотрите шланги которые идут в печку не на 18 вот так вместо разрезанного шланга вот этого кусочка вставил я патрубок потому что не пошел здесь подогрев пусть это теперь сохнет засыхает мы будем искать патрубок и устанавливать сюда наш подогрев ну вот ребята купил я другой шланг потому что вот этому шлангу вот этому вот я не доверял он без оплетки нагреется и растянется поэтому цена конечно у него 200 280 что ли что-то такое не посмотрел и до 280 чем-то ну мягонький аккуратненький типа видите внутри красная это значит стойки до горячей воды все подходит вот она видите как все проходит ништяк папа так вот буду вставлять буду вставлять в этот патрубок посмотрим что получится вот так у меня получается сейчас буду туда вставлять сгибается не сгибается нихрена не видно здесь у меня станет патрубок продолжаю работу примеряю значит вот тройничок конечно немножко великоват тройничок потому что здесь на 28 а я вставляю ваш на 32 ну чтоб плотненько было сейчас многие предвижу критику опять же критикуйте вот так вот должно быть вот так примерно я чего добивался что вот этот вот вот этот изгиб был ну как можно плавнее потому что я же вставляю какую-то часть и чтобы он был плавнее мне надо конечно же вот этот патрубок был наименее маленьким и вот так у должна она встать у нас тоже видите впритык все все впритык и и там изгиб у меня получается нормально посмотрим примеряем ну вот так примерно примерно вот так станет он у нас да все продолжаем работу отрезаем патрубок нужной длины никак не знаю как он будет служить на вид выглядит красиво ну что как говорится последний штрих вот такая конструкция у меня получилось сейчас надо вот этот нижний синий шланг одеть на штурсером там внизу в блоке а этот на свое место тоже поставить пробуем надо снять хомут это потом не одену вот такая вот конструкция уже стоит на двигателе осталось затянуть только нижний патрубок резиновый вот этот синенький который к блоку подходит и все в принципе вот отсюда снизу наверно получше будет затянуть снимать не смогу потому что в одной руке фонарь в одной руке камера заворачивать нечем как говорится последний штрих закручиваю вот эти не проверяя как они закручены болтики хомутов все проверил теперь ставим на место и родные хомуты не всегда удивляет просто зажимают и все не тянешь ничего все значит установлен подогрев вот там как я показывал я его снял в этом месте была неудачная установка в печку просто он ее не прокачивал вот и установил его как устанавливал на девятку когда видео у меня есть на канале уже говорил поэтому подожду теперь несколько часов пусть герметик подсохнет потом буду заливать на сон наступил момент заправлять систему охлаждения охлаждающей жидкостью вставляем воронку жидкости чуть меньше пяти литров в этом автомобиле кому интересно значит сейчас заправлю и буду смотреть одновременно где подтекает или не подтекает вот она слышно да где-то где-то пошла в пустоту шланги бурлит естественно перед тем как заправлять я выжду несколько часов ну моем случае где-то около 10 12 часов выждал когда весь герметик просохнет здесь в этих вот местах вот ну и тут меня единственное что смущает видите выход здесь сбоку а самое высокое место подогрева она вот она то есть здесь может образоваться пробка воздушная и как ее выгнать даже вот не могу сказать пока конечно лучше было бы вот так вот как-то пошевелить пошевелить вообще нереально завести надо движок чтобы он прогнал тасол при помощи своей помпы по всей системе и тогда пробовать естественно перед тем как заводить надо все здесь собрать потому что без датчика массового расхода на конечно заведется но будет показывать ошибку что пробуем заводить так немного прогазовали теперь смотрим да нет полный аж выливается так нигде ничего не подтекает вроде бы посмотрел как здесь все нормально все значит установил наконец-то включил он греется нагревает конечно сначала вот эту часть потом эту нагреет весь двигатель единственное что у меня опасение на морозе вот эта часть двигателя где датчик будет больше прогреваться это меньше и машина будет заводиться как бы не был такой момент но без без насоса подогрев вот так же точно я установил и он у меня грел пол двигателя больше пол двигателя меньше и во время холодного пуска на большом морозе машину как бы колбасила потому что топлива подавалась меньше через датчик температуре температуры компьютер видел что двигатель теплый и естественно топлива меньше а на два цилиндра надо было побольше поэтому один раз раз крутанешь маленько помпа продавит все это дело второй раз ну эксплуатация покажет как будет как будет работать этот подогрев но во всяком случае он действует лучше чем когда стоял вот в этом месте чтобы греть сначала печку вот он включился веке движок подостыл он включился ну на ощупь здесь температура здесь температура примерно примерно одинаково ну значит утеплять надо лучше чтоб хорошо грел все всем пока устанавливайте подогреватели с помпой такие небольшие не знаю еще раз говорю поживет вот маленько посмотрим